В таком составе они собираются, пожалуй, впервые. Краевые власти, члены Совета по развитию гражданского общества при президенте и при губернаторе, правоохранительные органы, общественники и жители региона. А повод более чем весомый. Три дня в Краснодарском крае работала комиссия президентского совета. Открывая заседание, глава региона Вениамин Кондратьев отмечает сразу, край готов к открытому диалогу с общественностью. Сегодня власть должна, и мы все вместе, достигать такого консенсуса, который будет способствовать разрешению конфликтной ситуации, а не заведению еще в больший тупик. И сегодня завести ситуацию в тупик очень легко. И особенно те горлопаны, которые подхватывают любую тему и сами в ней не разбираясь, пытаются о чем-то орать. Не говорить, а орать. Вот это неправильный подход. Или сами даже не понимая, или вы не положите, сделай мне, а вот все остальные неинтересны. Это тоже не принимается, сразу говорю. Мы ни в коем случае не убегаем от дискуссий, от тех вопросов, которые выездное заседание будет поднимать сегодня. Мы просим, чтобы был конструктивный подход. За три дня комиссия объехала почти весь край. Они посещали реабилитационные центры, больницы, детские сады. Члены мониторинговой группы проводили приемы граждан. Сегодня каждый из них готов был дать оценку работе краевой и муниципальной власти. Как и у любого региона, есть проблемы, отмечали члены комиссии. Но у Краснодарского края есть чему поучиться. На Кубани сохраняются фельдшерско-акушерские пункты на селе. Открываются офисы врача общей практики. Оснащение медучреждений первоклассное. Кроме того, большая работа проводится по адаптации детей с особенностями развития и поддержки молодых семей. Все очень хорошо с доступной средой. В школах, детских домах есть объекты доступности. И хочу еще отметить, очень хорошо выстроена ранняя помощь семьям. Действительно, и выявление, и профилактика. И вот на федеральном уровне этого нет, но в каждом муниципальном образовании есть управление по работе с семьей. Я такого опыта не видела. Мы обменялись материалами. На все предложения мы отразим наших рекомендаций. И этот опыт будем транслировать на другие регионы. Я вижу, что встречи общественности и главы региона, представителей профильных министерств, они становятся регулярными. Звучат острые темы, и власть не отворачивается от этих вопросов. И сегодня, можно сказать, была намечена дорожная карта и по развитию институтов гражданского общества, и по разрешению самых разных проблем. Однако, члены совета отметили, что во время выезда в районы жители в основном задавали вопросы о земельном законодательстве и долевом строительстве. В свою очередь, Вениамин Кондратьев подчеркнул, чтобы полностью ликвидировать проблему обманутых дольщиков. В регионе планируют принять закон о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков проблемных домов. Сегодня документ был рассмотрен депутатами ЗСК в первом чтении. Защищая права одних, мы не должны нарушать права других. Потому что, покупая дом в самострое, нет ни документов, а порой ни разрешения на строительство. А этот дом стоит в огороде. Так вот, те, которые живут вокруг этого дома, они категорично не согласны вообще ни с чем, тоже заявляют о своих правах, что почему по правилам землепользования и застройки, и так далее, по всем документам, здесь не может быть девятиэтажного дома. А почему он там появился? В ручном режиме мы договорились с Михаилом Александровичем, мы будем выходить из ситуации там, где люди купили квартиры в домах, которые без всякого разрешения построены. В ручном режиме. И там, где экспертиза подтверждает, что в них можно жить. И, возможно, сделать так, чтобы они были пригодными для жилья с точки зрения инфраструктуры. То тогда мы будем исходить из того, что люди здесь ни при чем. Обсуждение вопросов от жителей края продолжилось и после заседания, только уже в кабинете главы региона Вениамин Кондратьев и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества Михаил Федотов подвели итоги встречи. Взгляд со стороны, ваш взгляд как профессионала и человека, который на самом деле принципом жизни избрал права человека, для меня очень важен. Насколько мы сегодня соблюдаем, на самом деле, законные интересы и права граждан. Это сегодня важно, потому что самый основной запрос сегодня общества – это на справедливость и объективность со стороны власти. И если мы не будем отвлекаться на этот запрос, то сегодня мы можем очень дорого, а может быть завтра уж точно заплатить за это. Главное впечатление, которое я лично для себя вынес, в край изменилась общая атмосфера. Край стал более открытым. И вот мы работали вместе с главами муниципальных образований, и все они были абсолютно открыты, они были абсолютно готовы к сотрудничеству не только с Советом, но и с жителями в решении их проблем. И отдельные проблемы мы просто решали мгновенно. Мы не контрольный орган. Мы правозащитная структура. Наша задача – вы говорите о правовом поле, я согласен, но я делаю упор в словах права человека, я делаю упор на слове «человек». Выездное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в Краснодарском крае проводится второй раз. Как отметил Михаил Федотов, на Кубани власть готова к конструктивному диалогу и открыта для населения. Елена Касабова, Алексей Комаров и Дмитрий Ланин, Кубань-24, Краснодар. Продолжение следует...